Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт, тренер-методист компании Гильтек по профессиональной косметике. В этом видео мы разберем одно из проявлений реакции человека на стресс, такое как гипертонус мимической мускулатуры. Ни такой не секрет, что человек хмурится, когда он напряжен, и когда он испытывает какие-то негативные эмоции, например, и гипертонус мимических мышц приводит к возникновению морщин. Как правило, в гипертонусе у нас находятся мышцы депрессора, то есть это нижняя треть лица и мышцы лба и зоны вокруг глаз. Как мы можем влиять на этот гипертонус при помощи косметических средств или при помощи косметических процедур? Конечно, первым на ум приходит ботулинотоксин, но не до ботулинотоксина бывает в состоянии хронического стресса. Но, например, пептиды, мерилоксанты в составе уходовых средств можно использовать и втирать их непосредственно в те места, где наблюдается гипертонус мышц. То есть это межбровие, это лобная мышца, это зона вокруг глаз, это зона вокруг рта. Таким образом, мы можем минимизировать влияние вот этого гипертонуса. Мимику, которую мы не можем контролировать, конечно, мы не можем, собственно, полностью расслабить эти мышцы. Но мы можем научиться себя немножечко контролировать в процессе вот этих движений. Если мы заметили, что мы нахмурились или собрали лицо в точку, как это бывает при каких-то негативных эмоциях, то мы можем просто нарочно расслабить лицо, проконтролировать эту эмоцию. И таким образом наши мышцы приучатся находиться чаще в расслабленном состоянии, чем в напряженном. Конечно, это сложно, но попробовать можно.